Уважаемые коллеги, я бы хотел поблагодарить профессора Кассали за то, что он пригласил выступить на этой секции. И мне на самом деле на сегодняшний день не настолько много что есть и сказать о том, что мы делаем в России. Поскольку РЭА Кансас Юропа начала это движение 10 лет назад, а я в России 12 лет назад начал как раз организовывать сеть, посвященную проблемам лечения сарком в костей и мягких тканей. Но мы плавно пришли к тому, что общество по редким опухолям, оно крайне необходимо. Это важно и для наших пациентов, и для врачебного сообщества. Как раз предыдущие три доклада, посвященные и саркомам, и редким опухолям ЖКТ, и опухолям головы шеи, показали, насколько важна организация таких профессиональных сообществ, которые являлись бы раскрытым зончиком, чтобы собирать и профессионализм, и заботу о пациентах. Мы сделали первый шаг, и профессор Касаля при этом присутствовал. В прошлом году, в Международный день редких заболеваний, мы провели первый конгресс, посвященный редким опухолям. Он проходил в Москве. В течение трех дней я ожидал присутствия не больше 700-800 участников. В реалиях мы вышли в цифру более трех тысяч человек, именно врачей. И, вероятнее всего, важность этой проблемы, с одной стороны, с другой стороны, дефицит знаний, даже у профессиональных онкологов, привели к такому увеличению количества участников. Тем самым был положен первый шаг, который мы за это время пытаемся продвигать дальше. Была создана некоммерческая организация, посвященная редким опухолям. Возглавил ее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Дмитриевич Каприн. И понятно, что мы поставили перед собой цель. Это оказание услуг в сфере повышения качества, оказание медицинской помощи больным редкими видами онкологических заболеваний на территории Российской Федерации и страны СНГ. И это как раз более чем инкорпорируется в проект по редким опухолям Европы и редким опухолям Азии, потому что мы находимся фактически между границей Евросоюза и азиатской частью. И это будет логично нести эти знания к людям на территории России и страны СНГ. Я не буду детально останавливаться на задачах организации. Они абсолютно одинаковы в мире. И об этом были как раз три предыдущих доклада, что нам необходимо делать для того, чтобы понять, что мы можем дать нашим врачам, нашим пациентам, как это маршрутизировать, как и где открыть экспертные центры и клиники, и каким образом пациенты должны быть информированы об этой логистике и о редкости заболевания, и о возможных вариантах наиболее правильного лечения и в правильном месте. Мы сделали сайт. Этот сайт будет двуязычным. И мы выбрали очень любопытный логотип. Я счел интересного, что это будет... Само по себе легенда тоже будет интересна. Во врачебном сообществе вы видите, на белом фоне это красный цветок. Красный медлянист – это самый редкий цветок в мире. А лепестки же изображены в виде алмазов. А красный алмаз является самым редким на планете. Таким образом, как раз в этой эмблеме мы и хотели символизировать редкость онкологических заболеваний. Что должно собой привлекать, естественно, и сообщество, и законодательная и исполнительная власть, которая, естественно, должна стоять на одном берегу в этой реке. Здесь представлены врачебные, онкологические и пациентские онкологические организации. И каждый из них есть пул интересов, который посвящен проблеме редких опухолей. И мы, соответственно, будем пытаться быть тем зонтом, который объединит. Интересно будет использовать наш опыт, который мы уже в течение 12 лет несем на территории России и странах СНГ. Здесь представлена сеть восточноевропейской саркомной группы, которая включает в себя 15 институтов, которые могут оказывать все объемы необходимой помощи этим пациентам. Соответственно, за последние годы мы разработали и платформу по учету пациентов. Это не только регистра, это фактически вариант научной базы данных, если говорить на примере клинических исследований. Это как электронный CRF, который несет в себе данные от момента постановки диагноза и до какого-либо исхода к пациенту. Соответственно, это мы тоже будем использовать как инструмент для движения в направлении редких опухолей. И тогда наверняка будет проще просчитать детальные цифры заболеваемости редкими опухолями на территории России, потому что по предварительным подсчетам на сегодняшний день у нас есть данные, экстраполированные из мировой статистики, что на территории Российской Федерации это приблизительно 7,5 миллионов человек. И я знаю, что по определению редкие опухоли в Европейском Союзе эта цифра составляет 6 и менее на 100 тысяч населения, в России по российскому законодательству эта цифра составляет 10 на 100 тысяч. Поэтому по определению процентное соотношение будет выше. Ну и наши планы. Понятно, что это база для международного сотрудничества. Большое спасибо нашим коллегам, которые всегда поддерживают. Второе, что мы хотим, мы хотим на базе уже построенной сети саркомных клиник попытаться создать биобанк. Не только по саркомам, а в принципе, в общем, по всем редким нозологиям. Что само по себе будет являться платформой для проведения и научных исследований, и, естественно, клинических исследований. И помимо этого, естественно, создание экспертных центров, в которых бы смогли работать квалифицированные врачи и эксперты в тех или иных направлениях по каждой конкретной редкой нозологии. И, естественно, рядом и пациентские сообщества, что само по себе должно будет увеличить процент пятилетней выживаемости. Мне очень понравился график, который показывала, по-моему, Анна Лиза. Посередине были данные Европейского Союза. И 25-30% разброс по показателям пятилетней выживаемости в зависимости от страны. Я благодарю за внимание. Спасибо.